Например, западные страны, это консервативные страны, и очень многие производства потерпели большие убытки, сложности именно за счет того, что не успели вовремя перестроиться. Мы видим, что в Китае сейчас производство, различные порты, различные объекты роботизируются. Есть целые порты, где работают фактически несколько человек, а остальное все роботизировано. Фабрики, заводы, предприятия роботизируются новым трендом, это сегодня даже в кафе работают вместо официантов, это роботы. Роботы не болеют. В принципе, если вспомните, февральская олимпиада, зимняя, она была очень роботизирована. Это тоже еще один факт того, что Китай сегодня является одним из таких лидеров по роботизации, и вот этот эффект тоже имеет свое значение. То есть здесь нужно как бы учитывать огромный рынок, политика локдаунов, купирование этого вируса, и в принципе автоматизация, роботизация, она тоже приводит к тому, что там, где можно заменить человека, который может заболеть и привезти вирус, его заменяет робот, и это тоже оказывает свое влияние. В принципе, если вспомните, вот февральская олимпиада, зимняя, она была очень роботизированная. Например, ну возьмем, например, западные страны, в той же степени это консервативные страны, и очень многие.